Здравствуйте моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединились, всем здравствуйте. А у меня такой небольшой перерывчик, я сейчас тут по делам села и заехала. Есть минутка ответить на вопрос. У нас, сейчас сразу покажу вам, выпал снег. И как ни странно, первый день зимы, посмотрите еще осень, еще березки посмотрите в такой красе стоят. А тут уже выпал снег и конечно же температура ночью была аж минус 3. Ну сейчас опять все плюс, все тает, все течет, но ничего, может быть если повезет, детки успеют покататься. Итак, мне вопрос задали по поводу того, как реагировать на постоянную ложь, обман, уже надоело. Где вот эта черта, с которой уже жить с человеком просто невозможно. Вы знаете, если брать Библию, то Библия не учит бесконечно прощать. Если вы думаете, что она учит до бесконечности, нет. Там есть конкретные цифры. В одном месте я читала 7, в другом до 7 дожды 7. В общем-то вот как-то так и есть черта, дорогие мои. Поэтому не испытывайте, у нас внутри заложены часики в душе. И вот бывает такое, что они пробивают. Как писал Расул Гамзатов, помните? Но и резко не нужно менять коней на переправе. Не нужно из-за какого-то пустяка или еще из-за чего-то, из-за какой-то ошибки, даже может быть многократной, сразу все, я ухожу. Вот мне нравятся слова Расула Гамзатова. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу и коня не торопи. Не торопись менять, так вот там сказано было. Золотые слова. Видите как, даже если опять ничего, чтобы вот прочная семья была такая, нормальная, более или менее, конечно, должно быть доверие и умение прощать. Но прощение – это не прямая автострада, которая ведет к семейному счастью. Скорее, это такой, знаете, я бы сказала, даже извилистый коридор. И ширину этого коридора вы каждый измеряете сами. О безгрешных не знает природа. Даже совершенная статуя Венеры Милосской не укладывается в параметры 90-60-90. Помните статуи-то? Зачем же требовать идеальности от спутников жизни? Мы не высекали их из мрамора, а получили готовыми из плоти и крови. Что дал Господь, то дал. Вот то и принимайте. Из добродетелей и из ошибок. Как и они нас. Не забывайте и об этом. Что мы тоже не святые, если вы думаете, что ваш спутник должен быть святой, подумайте, а какая вы? Это я отвечаю на письмо. Ну, забыл супруг поздравить тещу, вы пишете, с именинами. Ну и что? Ну и что? А мой не знал. Я сейчас спрошу его, когда у моей мамы день рождения. Он так примерно скажет, летом зима или осень. И все. А число и не знает. Ну и что? Вот вы мне написали это в письме. Ну, показалось вам, что он чересчур любезен там с соседкой на вечеринке. А разве не этот же человек разрывался между, ну я не знаю, где вы были, между больницей, например. Я всегда сразу вспоминаю больницу, я вспоминаю роддом, я вспоминаю. Многое, что мне есть вспомнить, когда вот я чувствую, что вот он неправ сейчас, что я могу взбунтоваться как-то. Я сразу вспоминаю то доброе, сколько он для меня сделал. Когда он разрывался между больницей, куда совалилась после родов, и домом, где ждал трехлетний ребенок, где мне делали операцию, желчные вырезали, да. Да, это было, это было очень уже давно, скажем так, не одно десятилетие, да, скажем назад. Вот разве не муж с юмором прощает нам пересоленный борщ, да, или многочасовые хождения по магазинам. Вы представьте, что терпят от нас наши мужья. Если супругов связывают, я вам скажу точно, родство душ, а души нам, как говорится, дал Господь, так вот если у вас есть вот это родство душ, вот эта общность ценностей, вот все, абсолютно все перетопчется, досадные мелочи, они просто выпадут в осадок. Вы там писали мне про искупление? Слушайте, вот прощение – это результат обоюдного труда, это труд научиться прощать. Для отпускающего грех важно переступить через уязвленное самолюбие, вернуть отношениям тепло и искренность. Вот нам же отпускаются грехи, вы же идете с покаянием, вы же каетесь, и вам отпускаются грехи. Вы каетесь пред Богом. Он же на вас не обижает, он дальше распахивает свои объятия и принимает вас. Вот об этом я думаю, когда мне хочется или в мысли поступает такой сигнал – обидься. И в этот момент я гоню этого беса прочь из своей жизни. А так, а сам грешник, если вы считаете его грешником, но я считаю это в кавычках, только Бог знает, грешник или нет, он просто обязан вымаливать амнистию. Вы это считаете, что нужно перед вами выманить амнистию, так я поняла, читая ваше письмо. Платить дань за искупление вины новыми сапожками, колечком, бутылкой шампанского или чем там еще. Или достаточно улыбки и тех слов, которые просто растопят в сердце партнера лед отчуждения, заставят довериться как прежде. Мне странно, когда люди говорят, я не так попросил прощения, прости меня, пожалуйста. Вот недавно услышала одно интервью Михалковой, я была поражена цинизмом. Я раньше, знаете, я так в нем разочаровалась последние лет пять. Так разочаровалась, что ну просто какая-то в сердце боли, ущемление, что такая звезда и вот так. Он говорит, я был неправ перед дочерью. И тут же говорит, что я должен ей сказать, прости меня, так вы имеете в виду, это прощение. А как? А как? Именно прости меня. Вот за это, за это и за это. Вот это есть, вот это есть прощение. Вот это есть, когда вы попросили прощения. А не на тебе, сколько там, я не знаю, ну сколько по-вашему. Для меня и сто долларов много. Сто долларов на тебе. Вот иди купи себе что-то и прости меня. Какая глупость. Купи себе новую машину. Прости меня. Какая глупость. Для меня важно вот это. Когда человек переступил через себя и сказал, прости меня вот за это, вот в этом я поступил себе гадко. Я тебе говорю, я тебе обещаю больше вот этого никогда не повториться с моей стороны. Вообще общего рецепта нет, что заставит довериться как прежде. Важно лишь, чтобы амнистирование не превратилось в психологическое унижение провинившегося. Вот это важно. А ваша радость от модных сапожек не навела его на мысль о цене индульгенции на будущее прегрешения. За индульгенцию все поплатились. Шаг за красную черту. Помните, как за индульгенцию поплатился Рим? Ну, а я люблю вас. Будьте благословены вы и ваши близкие. Пока-пока. До страйней поля. Поля, поля, поля. А тут мы, как всегда, приехали вот сюда. Идем на кофе. Идем на кофе. Не, ну наш народ с чувством юмора всегда в любой момент. Значит, шапка. На шапке написано adventure, приключения. Такие обувь. Смотрите, это девочка. Ну, видно, да, что девочка. Вот мы все тут видим. Все прекрасно, замечательно. У нас же снег выпал сегодня. Правильно? Быстро надо успеть сделать все. Быстро покататься. Потому что он завтра растает. Смотрите, какая красота. Ну, а сзади цветочки еще продолжают свисти, чтобы вы знали у нас плюс. Но народ все равно у нас вот с чувством юмора. И нас вот так вот приветствует вот эта красота. Олежек, всем привет. Вот это наше место. Вот тут. Видите? Ну, а там поля, поля, поля. Немного зимней дороги. Еще. Потому что все тает, тает и тает. Надо эту красоту запечатлеть. Вот такой вот лес. У нас. Сейчас все гуляют, бегают в лесу. Быстренько, быстренько, пока снег выпал. У нас это радость на одни сутки. Потом уже все. И вот, видите, что-то тут произошло. Что-то с машиной случилось. Встала машина. И только ночью выпал снег. Сразу плюс, плюс, плюс. Все потает. Дети только успевают. Бегом, бегом на улицу. Покататься на саночках. Сейчас видели, хаску выгуливали. Собачку. Хаски. А я люблю и снежок. Да я все люблю. Покатиться на саночках. Не шайм. Покатиться на саночках.